Павел, скажи, можно ли выращивать сою без инсектицида? Ты имеешь ввиду в обработку семян? Да. Можно было. Последние два года очень резко возрос фон вредителей на сои. Конкретно это росковая муха, тот же проволочник стал есть не только кукурузу с подсолнечником, но и перебрался к сои, а также соевая блоха. Все три вредителя являются очень опасными, так как повреждают культуру на малых этапах роста, когда она не может сильно сопротивляться, и малейшие повреждения листа либо семидоль приводят к полной гибели. Слушай, ну и почему можно было, и что изменилось сейчас? Сою достаточно давно выращивают в России, да, и только сейчас появились проблемы с вредителями. В первую очередь, конечно же, это изменение климата. И конкретно зимы стали теплыми, и вредители просто успевают, получаются перезимовать в лесополосах, в обочинах дороги, на других некультурных растениях. А весной, проснувшись, идут заселять, как говорится, поля, идут заселять культурные растения и питаться ими. Все это приводит к увеличению нагрузки именно по инсектициду. Да, понятно. В текущей ситуации дело обстоит очень серьезно, и мы видим, как многих производителей сои в прошлом году теряли до 40% на некоторых полях сходов. Какие решения существуют на рынке? Ну, против вредителей всходов именно существуют только инсектициды в обработку семян. А есть ли в России продукты инсектицидные для защиты семян соя? Есть, но их сейчас не так много. Появляются только первые ласточки, как говорится. Одна из них – это CruiserMax технология от Сингенты. И что же это? Это специальный комби-пак, назовем так, когда у тебя поставляется коробка, в нем стоят несколько ганистр препарата, в котором содержится фунгицид, защитная препарат, и инсектицид к нему. И какие же проблемы может решить эта коробка CruiserMax технология? Во-первых, это фузыриозные корневые гнили сои, это Питю, это Аскохитоз, всевозможные оомицеты, которые могут плесневение семян. Все это делает фунгицид в этой коробке. А также инсектицид – это контроль ростковой мухи, проволочника и соевой блохи. Плюс инсектицид оказывает положительное влияние на динамику развития растений, создается так называемый вигар-эффект. И растение развивается равномернее, быстрее, что лучше влияет на урожайность. Паша, как проявляется вигар-эффект на сои? Хороший вопрос. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем. Выглядит интересно, что это такое? Тут все просто. Мы взяли три колышка трех разных видов – желтый, зеленый и красный. И отметили, что желтым у нас отмечена фаза трех третий трочатый лист. Красным отмечены растения, где фаза сильно отстает от третьего трочатого листа. И зеленым отметили растения, которые превышают фазу третий трочатый лист. В итоге мы получили на варианте обработанных в Крузер Макс технологии 69% растений на учетной площади находятся в фазе в третий трочатый лист. А на варианте стандартной обработки семян без инсектицида только лишь 58%. И 12% растений находятся в красной зоне, то есть в той фазе, которая сильно отстает от основной. Что это дает у нас на поле? Высокий процент растений в одной фазе говорит нам о том, что с самого начала все растения взошли очень ровно, одинаково, одновременно. Это дает хорошее преимущество в дальнейшем развитии, так как все растения в одной фазе не будут конкурировать друг с другом, что даст больше прирост к урожайности. Паш, а оправдано ли экономическое применение эффекта фунгицида? По нашим данным, если на поле присутствовал вредитель, например, ростковая муха, то варианты, обработанные препаратом Крузер Макс, показывали до 80% выше урожайность за счет сохранения густоты. Если на поле не присутствовал вредитель, то растения, обработанные Крузер Макс за счет вигр-эффекта, показывали урожайность выше на 1,5-2 центнера. Павел, спасибо за подробное объяснение. Теперь я понял, что сеять сою просто так нельзя. Для того, чтобы получать от нее доход, необходимы интенсивные вложения в эту культуру, которые обеспечивают здоровые, ровные, дружные всходы, защиту от болезней и вредителей, и плюс стимуляция при неблагоприятных условиях. У меня остался последний вопрос. Влияет ли технология Крузер Макс на инокуляцию семян? То есть можно ли применять инокулянты совместно с Крузер Макс? Да, Крузер Макс технология полностью совместима с инокулянтами и не вызывает их гибель. Редактор субтитров А.Семкин